Ну что, друзья, я поздравляю всех нас, зерновая сделка, скорее всего, возобновлена не будет, хотя почему, скорее всего, вот уже глава дипломатии ЕС, Жозеп Боррель, сделал такое заявление, буквально вот тут на днях, возможности для возобновления зерновой сделки нет, а это значит, тушите свет, сливайте воду, то есть, сейчас остановимся на новом подробнее, порассуждаем, почему это будет. Плохо, или может наоборот, почему это хорошо. Реальная журналистика, поехали! Ну мы долго к этому шли и, наконец, пришли. Там надо просто повспоминать некоторое время назад, как Россия пыталась в очередной раз шантажировать мир этой зерновой сделкой, постоянно выдвигали какие-то все новые и новые требования. И вот на прошлой, позапрошлой, по-моему, неделе, или на прошлой, господин Небензя, постпредпрезидента в ООН, очередные требования озвучил, то есть, изначально мы хотели, чтобы Россельхозбанк к Свифту подключили, там еще ряд каких-то условий был. Но в этот раз уже просто там список условий был такой, что, понятно, европейцы от них отказались, там в частности, они требовали разрешить российским судам заходить в европейские порты. Напомню, из-за санкций мы лишены такой возможности в данный момент, там были требования о возобновлении работы некоторых компаний, в том числе производящих удобрения, в том числе поставляющих ЭМИАК, были требования по открытию границ в плане торговли разного рода техникой. Ну, в общем, европейские партнеры, как бы сказал раньше Владимир Владимирович, посчитали эти требования неприемлемыми, и вот все, кино не будет, электричество кончилось. Что это значит? Во-первых, повторюсь, шантаж вообще для бизнеса это не самое хорошее дело. Вообще в любом бизнесе шантажистов никто не любит, если мы вернемся на год назад, когда вот точно так же мы пытались шантажировать европейцев вот этим газовым вентилем, постоянно из них что-то выторговывали, постоянно ставили какие-то условия, а вот давайте в рублях платить нам за нефть и за газ, а вот давайте вот это, а вот давайте вот то. В конце концов, европейцам все это дело надоело, и они нам сказали, да бог с ним, мы как-нибудь без вашего газа обойдемся, в конце концов, не Россия единая. Этот газ добывает на планете где-нибудь, да найдем, к тому же на тот момент они хранилище уже наполнили по газу, и вот в конце концов, вот по прошествии года, можно сказать, что они там потихонечку осваивают альтернативные пути, потихонечку выстраивают какие-то новые логистические цепочки в обход России, и уже даже что-то выстроили, потому что на днях вот тот же самый Боррель или кто-то, могу ошибиться, поэтому врать не буду, заявлял о том, что вот с этого года, с конца этого года, цена для потребителей европейских газа начнет постепенно снижаться, то есть, видимо, они какие-то уже отработали схемы поставок газа откуда-то из других стран, морем там или как-то, я не знаю, я не вникал в эти вопросы, но тем не менее, они вот эти вот цепочки уже отладили, отработали, и у них есть еще время, я думаю, наверстают, думаю, годик-два, и тогда им уже совсем не нужны будем, причем не нужны будем никогда, в проигрыш остается только Россия, потому что, да, это торговые пути по этому газу на запад отстраивались еще с советских времен, долгие десятилетия мы отстраивали эти пути, мы достигали договоренности, в конце концов, да, вот мы работали, это был крупнейший наш потребитель нефти и газа, это, конечно же, европейский рынок, тут, во-первых, и ближе, и по трубе его туда доставлять было удобно, то есть схемы годами отработаны, но вот теперь я боюсь, что мы с этим рынком распрощались навсегда, повторюсь, шантажистов никто особенно не любит, более того, когда человек уже один раз вляпался, те же европейские государства, да, когда они оказались в заложниках, вот в этой непростой ситуации, действительно была угроза того, что Европа замерзнет, нафига им такой партнер в будущем? И вот от нас они отказались, вот мы-то только других партнеров, к сожалению, не нашли, потому что Европа для нас была самым таким приятным партнером, они, во-первых, оплатили нам за этот газ в свободно конвертируемой валюте, а не в каких-то рупиях, которыми никто не знает, что с ними делать, да, и даже не в юанях, это была свободно конвертируемая валюта, которая спокойно покупается и спокойно продается по всему рынку. Сейчас вот зерновая сделка, опять те же, там же, опять вляпались в ту же самую историю, опять мы сидим и занимаемся шантажом, только на этот раз, да, получается, что мы рискуем получить еще огромное количество недружественных стран из той же Африки, потому что они-то от этого зерна зависят, им нужно кормить свой народ чем-то. И вот сейчас они оказались в очень печальной ситуации, причем ведь несколько раз задавались вопросы про гарантии, будет зерно, и гарантом выступал не кто-нибудь, а лично Владимир Владимирович, который, помните, по весне они задавали вопросы, Владимир Владимирович, а точно будет эта зерновая сделка, вы нас не подставите? Нет, говорил Владимир Владимирович, я гарант, я даю вам свое слово. Потом, помните, когда летом Владимир Владимирович здесь устроил саммит, куда приехали главы африканских государств, и они снова задавали ему этот вопрос, Владимир Владимирович, а точно будет зерновая сделка? Вы нас точно не подставите? И снова Владимир Владимирович говорил, ребята, я гарант, я вам гарантирую, что зерновая сделка будет. И вот теперь вот началась вот эта вот игра, я не я, попа не моя, грубо говоря. Я слово дал, слово взял, вот сейчас, когда уже эти корабли с этим зерном должны плыть в ту сторону Африки, там до зимы осталось буквально два месяца, им там чем-то надо кормить народ, вот сейчас началась вот эта вот игра в шантаж, и вот уже все. Насколько я понимаю, что все окончательно объявлено, что зерновой сделки не будет. Я вот просто могу только догадываться, какими словами сейчас клеймят нас в дружественной пока еще Африке. Понятно, что они без этого зерна, конечно же, не останутся. Понятно, что где-то найдут, потому что, повторюсь, зерно ни одна Россия производит. Просто из России его удобнее всего туда доставлять. Понятно, что как-то из ситуации они, скорее всего, выйдут, потому что, я думаю, что прям говорит, что такой тотальный голод будет на планете из-за того, что мы тут в позу встали. Но если бы была угроза голода, я думаю, что европейцы бы так не реагировали. Ну, видимо, каким-то образом где-то вот эту вот брешь закроют, но мы сейчас рискуем потерять еще и Африку. То есть с Европой мы поссорились, с Соединенными Штатами мы поссорились, с Канадой, с Японией там и другими странами из этой коалиции мы построили. Тут у нас вроде как мы посматривали в сторону Африки, оценивали, что там, в общем, перспективное направление, с ними тоже можно сотрудничать, может быть, даже выстраивать какие-то экономические цепочки серьезные и зарабатывать серьезные деньги, которые поспособствуют развитию российской экономики в первую очередь. Но вот я думаю, что после такого финта, в общем, друзей у нас там останется не очень много. Ну что это за ужас? И ты чего? Я же теперь месяц не заснул. Потом не надо забывать, что на нас ведь поглядывать, на всю эту историю поглядывают и ребята из Азии. Кого-то тоже сидят на все, на это смотрят и тоже видят весь этот беспредел. И они сидят и думают, господи, а как с ними работать? Африканцев они вот сейчас подставили, а мы с ними начнем сотрудничать, тоже подставили. Это в прошлом выпуске только рассказывал, да? Начали сейчас иностранные фирмы, отбиратели, национализируют. Ну, по сути, отжимать просто. Но кто с нами после этого захочет работать? То есть мы ведем себя как братки из 90-х, как ребята из подворотни. Это очень плохо для бизнеса. Я не думаю, что кто-то захочет с нами вести дела, а еще вот несколько таких финтов ушами и останемся совсем одни. И как мы будем, извините, из этого дерьмо выгребать? Я не понимаю. Ведь почему, да, вот те же российские бизнесмены не обратили внимания? Очень часто мы об этом с вами говорим, что российские бизнесмены стараются свои активы держать где-то за рубежом. Никогда не задумывались почему? Да потому что у нас законы в стране не работают. Потому что у нас российский бизнесмен, он не может быть ни в чем уверен. Как сказал мне однажды, есть такой достаточно известный адвокат московский, Александр Добровинский. Мы снимали большой фильм о рейдерах. Вот он мне сказал классную вещь. Он сказал, ты понимаешь, в нашей стране вот за границей человек купил предприятие, условный завод. И что он делает? Он идет открывать шампанское Кристалл. Ну и хотя бы там вдова Клико. Потому что он отмечает это событие. У него случилось радостное событие в жизни. Он приобрел завод. Тем самым обеспечил себя и всех своих потомков на несколько поколений вперед. Все, он теперь богатый и обеспеченный человек на всю жизнь. Что делает российский бизнесмен, когда он вдруг становится собственником какого-то предприятия? Он срочно начинает строить какие-то бастионы, укрепления, нанимать какую-то охрану, что-то еще. Для чего? Для того, чтобы этот завод у него не отобрали. То есть вот он сегодня его купил, он приобрел головную боль. Потому что к тебе начинают ходить всякие чиновники с тебя трясти, что-то еще, еще, еще. Ну вот российские бизнесмены давно прочухали, что у них в любой ситуации могут. Как будто только твой бизнес стал более-менее заметен, у тебя его кто-то может отобрать. Поэтому лучше все активы вывезти куда-нибудь в страны, в которых работает закон. В которых можно прийти и защититься в суде. А у нас, если на твой бизнес кто-то нацелился, то все. Мы ведь это уже неоднократно наблюдаем. Причем отбирают не у жуликов. Отбирают действительно у порядочных, у честных бизнесменов. Которые с нуля этот бизнес создавали. Давайте вспомним эту историю с Евросетью, с Магнитом. Да с ЮКОСом в конце концов. Да, неважно сейчас, каким образом свои первоначальные капиталы эти люди сколотили. Неважно. Это мы сейчас давайте опустим. Но это были успешные предприятия. Много раз приводил пример. Компания ЮКОС считалась крупнейшей в мире негосударственной нефтяной компанией. Что можно сказать про Роснеевку? Во что она превратилась? В одну из, причем далеко не самую крупную компанию. Просто ее потеряли. И вот сейчас мы вот... Ладно, мы с нашими так поступали. Но мы начали поступать так и с иностранцами. Иностранцев раньше боялись строго. Потому что международный скандал, что-то еще. Сейчас все. Мы поссорились с миром. На нас не действуют никакие решения международных судов. А сейчас еще и шантажируем постоянно. В прошлом выпуске рассказывал. Арестовали деньги иностранных компаний, которые были ими заработаны в России в 2022 году. Сейчас вот отменяется зерновая сделка. И повторюсь, африканцы нам за это спасибо не скажут. А те же азиаты, они так издалека поглядывают. Они ведь тоже не дураки. Они понимают, что точно так же могут поступить и с ними. Никто не хочет работать со страной, которой правит беспредел. Которая ведет себя как сомалийские пираты. Как-то так. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так пока повторюсь в таком формате. Потому что нахожусь в данный момент в больнице. Вот прям в данный момент. Эти видео записывал заранее. Как будем выходить на следующей неделе пока не знаю. Тем не менее. Рад, что мы по-прежнему можем коммуницироваться. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин